Здравствуйте! В эфире новости на телеканале ЮТВ о важных и интересных событиях, произошедших в Оренбурге не только, расскажут наши корреспонденты и я, София Пирогова. И вот главные темы выпуска. В Новотроицке на насосной фекальной станции произошел взрыв. В Оренбурге значительно выросла активность мошенников. Более 200 человек приняли участие в Большом студенческом балу. Об этом подробнее смотрите далее. На насосной фекальной станции в Новотроицке произошел взрыв. По поручению губернатора Дениса Паслера на месте работают все региональные и муниципальные экстренные службы. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. По предварительным данным, трое пострадавших доставлены в городскую больницу Орска. Один из них с 95% ожогов тела скончался в больнице. Шесть человек были спасены из-под завалов. Причина обрушения уточняется. Одна из версий – взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтной работы. Глава Новотроицка Денис Меньшиков сообщил, что отключение водоснабжения не планируется. Вода будет подаваться в штатном режиме. Прокуратура начала проверку по факту ЧП на канализационно-насосной станции. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Телефонные мошенники все чаще обманывают жителей города. С начала года в Оренбурге уже зафиксировано несколько случаев мошенничества. Какие самые популярные схемы обмана и как себя обезопасить, смотрите в нашем сюжете. Я, получается, стал не жертвой мошенников, я стал жертвой самого себя, получается, жертвой своей же шутки. В Оренбурге участились случаи телефонного мошенничества. Ежедневно жители города получают звонки с неизвестных номеров, абоненты которых представляются то различными работниками банков, то операторами мобильной связи, а могут и сотрудниками ведомственных служб. Но не все задумываются о том, что зачастую на проводе оказываются мошенники. Самая популярная схема – это как раз-таки звонок сотрудника банка, правоохранительных органов и государственных структур. То есть звонят, представляются кем-то из вышеперечисленных организаций. А далее, ну, предлоги различные, на самом деле, то есть могут позвонить, сказать, что на вас оформлен кредит. Там, допустим, какой-то мошенник не снял денежные средства, а вы не платили кредит – оформите встречный кредит. Да, ну, звучит так себе, конечно, но люди верят и очень ухотно, к сожалению, переводят деньги. Могут представиться, там, с трудниками государственных услуг, да, сказать, что ваш аккаунт взломан, вот вам сейчас придет код, вы нам его скажите. Код может являться, допустим, кодом доступа в ваше мобильное приложение, то есть, опять-таки, переадресацию на свой номер. Абсолютно все ваши профили социальных сетей будут также подконтрольны злоумышленникам. И вот в эту же тему скажу, что очень часто в последнее время создают фейковые аккаунты от руководителей, ну, фирм, организаций, неважно, да, там, коммерческих, образовательных, структур, здравоохранения. По статистике, только в Оренбургской области в 2023 году совершено около 5000 киберхищений. Наибольшее количество атак приходится на банковских клиентов в возрасте от 35 до 44 лет, что составляет около 25 процентов. Доля клиентов от 45 до 54 лет снизилась и стала занимать примерно 21 процент, от 55 до 64 лет – 17 процентов, от 25 и до 34 лет и люди старшего поколения по 14 процентов. А вот молодежь стала больше попадаться на уловки мошенников. Доля клиентов в возрасте до 25 лет выросла с 4 до 8 процентов. Если говорить о деньгах, отданных злоумышленникам, то это более 700 миллионов. Примерно делится, наверное, 50 на 50, то есть это кредитные средства и личные сбережения граждан. Если речь идет о самой большой сумме, человек отдал 8,5 миллионов рублей, всего лишь установив приложение удаленного доступа. Мы провели опрос среди оренбуржцев и выяснили, что зачастую жители Оренбурга не берут телефон с неизвестных номеров. А при подозрительном разговоре сразу кладут трубку. Иногда абоненты, понимая, что им звонят мошенники, и вовсе решают над ними пошутить. Я сразу понимаю, что это мошенники. Время было свободное, настроение игривое. Я думаю, ну чуть-чуть с ними поиграюсь, побалуюсь. Они говорят, что вот, на вашу карту кто-то хочет оформить кредит. В общем, история, в принципе, одна из самых популярных, наверное. Я делаю вид, что я испугался. А я знаю, что у меня на карте нет там вообще денег. И в этот самый момент я, разговаривая с ними, поставив их на громкую связь, решил зайти в личный кабинет, чтобы на всякий случай заблокировать карту или просто посмотреть, происходит какие-то действия с ней или нет. И я, разговаривая с ними, захожу в личный кабинет также через телефон, мне приходит смс-ка, где написано 4 цифры, которые я должен ввести, чтобы зайти в личный кабинет. И одновременно с ней мне приходит смс-ка от них. И я решил им назвать неправильные 4 цифры, но я назвал им правильные. Вот. И когда им назвал правильные, я понимаю, что я, ну, перепутал. И я слышу по его взбодрившемуся голосу, что они вошли в кабинет, в этот мой личный. И, ну, там, в общем-то, начались какие-то, скорее всего, действия. Карту Михаилу заблокировали. Теперь пользоваться данным банком пострадавший не сможет, так как данные, вероятно, остались у мошенников. Не все могут сразу распознать киберпреступников и переводят свои последние сбережения. Так, оренбургскими полицейскими задержан курьер, похитивший 500 тысяч рублей. Сотрудниками полиции было установлено, что подозреваемый решил легко заработать. После чего злоумышленник по инструкции кураторов забрал денежные средства и перевел основную сумму на указанные счета. Но как обезопасить себя от мошенников и что делать, если уже попался на телефонную уловку? Лучший самый вариант – это интернативный канал связи, когда вы сами перезваниваете по известному контакту. То есть, когда человек представляется, что он откуда, должна быть инициатива от вас на известный вам номер или известный контакт этого человека. Не нужно быть интересным, не нужно распространять в себе много данных, не оставлять в себе данных много в сети особенно. Технологии упрощают жизнь не только обычным людям, но и преступникам. К сожалению, случаи мошенничества растут, а аферисты становятся все изобретательнее и выбирают все более ловкие схемы для обмана. Если вы столкнулись с мошенничеством, расскажите свою историю нам. Связаться можно в телеграм-канале. Сотрудники ДПС поймали водителя грузовика, который незаконно выгружал снег вне полигона. Его поймали на пересечении Гаранькино и загородного шоссе. Водитель грузовика не доехал до снегосвалки и незаконно выгрузил снег в неположенном месте. Как пояснил задержанный, он хотел сэкономить время и бензин. На него составили протокол, теперь ему грозит штраф. Сто пар в едином танце. В Оренбурге прошел большой студенческий бал. Чем запомнилось событие, расскажет наш корреспондент Артем Вербицкий. Сегодня студенческий бал считается уже традиционным. В зимнем саду ДК «Газовик» встретились учащиеся разных факультетов педагогического, аграрного университета и института путей сообщения. Более ста пар представили программу из нескольких танцев. Для многих студентов бал – первый подобный опыт. Сегодня у нас представлено три танца – вальс, планес и полька. Конкретно наша пара танцует польку. Подготовка длилась несколько недель. У нас были выставлены репетиции по вечерам. Конкретно сколько дней я вам не скажу, потому что не помню. Где-то середина января, наверное, мы начинали. Полька – это синхронный танец. И выработать именно синхронные движения было достаточно сложно. У нас не было особой загруженности, поэтому мы всегда все успевали. Да и, в принципе, это было наше общее решение, желание, поэтому мы не получали какой-то усталости. Готовились мы очень долго, очень классно. Все, все нравилось, все. Сложность была в том, чтобы найти платье, потому что очень давно были выпускные у меня, так как я после колледжа. Но ради такого мероприятия это вообще очень такое ощущение воодушевленное, когда ты оказываешься, вот прям вот погружаешься вот в это время балла и вот этого настроения. И вообще очень много сближаешься с другими факультетами, с другими институтами. Также на мероприятии состоялось награждение лучших студентов. Учащиеся были отмечены памятными медалями. Чтобы получить подобную награду, необходимо быть активным на протяжении всей учебы, рассказывает студент ОГПУ Ирина Зрожевская. С самого первого курса я вошла в этот бурный поток под названием «Общественная жизнь ОГПУ». Все пять лет была в студенческом совете, руководила медиа-центром. И как итог всей моей вот этой общественной жизни орден «Золотая молодежь Оренбуржья» благодаря тому, что дал мне этот университет. Подобные мероприятия нужны, чтобы город и область, наверное, знала, что студенчество – это будущее нашей страны, что мы действительно делаем многое, что мы люди, которые выходят в жизнь, которые потом будут учить ваших детей, наших детей и создавать будущее России вместе. Ровно год назад я был сам участником данного бала, танцевал. Меня награждали сегодня. Помимо того, что наши ребята танцуют, еще и с каждого университета по 10 лучших выпускников награждают памятными дипломами, медалями. Это уже такая некая традиция появляется данного мероприятия. «Не бойтесь ничего. Главное – генерируйте идеи, проекты и пусть все, что вы задумали в жизни, задумали на какую-то ближайшую перспективу и даже на далекую, обязательно сбудется. Самое главное – вам здоровья и мирного неба над вами». Артем Вербицкий, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ Сходить в кино или театр, посетить выставку или мастер-класс. Как спланировать свои выходные – смотрите в Афише ЮТВ. Как провести выходные – интересно, а главное – с пользой. Куда сходить и что посмотреть – расскажу вам я, Анна Марарь. В эфире Афиша от телеканала ЮТВ. «Все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит», так писал Антуан де Сент-Экзюпери. И уже в эту субботу состоится открытая лекция о детской повседневности рубежа 19-20 веков от историка Елены Боруцкой. В рамках лекции мы узнаем о любимых игрушках наших прабабушек и прадедушек, о том, каким образом куклы и мишки влияли на характер ребенка, а также поговорим о воспитании детей полуторавековой давности. Мероприятие пройдет 27 января в 2 часа дня. Стоимость билета – 500 рублей. Для посещения лекции необходима запись по телефону, номер на ваших экранах. В гости к премьер-министру можно попасть уже на этих выходных. На экскурсии можно познакомиться с миром Черномырдина, а также примерить на себя сложную роль премьер-министра. Программа включает в себя знакомство с экспозицией музея Черномырдина, пешеходную экскурсию по черному отрогу, гастрономический мастер-класс «Рецепты семьи Черномырдина» и деловую игру «Я премьер-министр». Стоимость входного билета – 1500 рублей. Все подробности на сайте музея. В кинотеатре очередная премьера – российский фэнтезийный драматический фильм режиссера Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова уже во всех кинотеатрах города. Известный писатель на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара. Коллеги демонстративно избегают встречи. В считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с главной героиней, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевленный ее любовью и поддержкой, писатель берется за новый роман. Он уходит за головой в мир своего произведения и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое. Посмотреть фильм можно во всех кинотеатрах города, а возрастное ограничение – 18+. 28 января областной театр кукол открывает свои двери для детей и взрослых и встречает жителей одной из любимых постановок, посвященной 225-летию со дня рождения Александра Пушкина – сказка о царе Салтане. Однажды три девицы поздно вечером пряли у окна и мечтали о царе. Они не подозревали, что их разговор подслушали. За этим последовала целая череда необыкновенных приключений. Увидеть спектакль можно 28 января в 11 и 13.00. Цена билетов от 400 рублей, возрастное ограничение – 6+. Первенство Оренбургской области по смешанному боевому единоборству пройдет в областном центре. Сотни спортсменов региона сразятся за медали в разных возрастных категориях первенства. Уже в эти выходные в Оскокаренбурге можно прийти и поддержать их. Начало соревнований 27 января в 11.00. Торжественное открытие состоится в 13.00. На этом у меня все. С вами была Анна Марарь. Хороших выходных! На этом у меня все. Еще больше новостей смотрите в нашем телеграм-канале. С вами была София Пирогова. Оставайтесь на ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok